Приветствую, с вами Павел Колесов, я опять говорю с вами из гостиницы Даниловская. Я попросил, чтобы меня переселили из того номера, где я был, 335 в другой, потому что в том номере, если с закрытыми окнами тогда душно, если с открытыми окнами, то номер выходил на проезжую часть, там был достаточно шумный. И мне дали номер нормальный полноценный делюкс, номер 502, который выходит окнами во двор. Здесь, надеюсь, будет ночью тихо, машина не будет ездить. Давайте посмотрим, что предлагает гостиница Даниловская. Номер делюкс, прошлый номер, судя по всему, был все-таки категорией стандарт. Ну, во-первых, красивый здесь стульчик. Ну, здесь мои вещи уже лежат. Тапочки. Вот для желающих там можно сдать вещи в стирку. Здоровенный шкаф. Прям вот, ну, моя куртка уже здесь висит. Одеяло-подушка. Второе отделение у шкафа. Опять же, вот можно кучу-кучу вещей повесить. Женщина была счастлива. Зеркало в прихожей повесное. Не знаю, как здесь. Наверное, гостиная зона. Диванчик. Стол. Кресло. Рабочий стол. Я повторюсь, я люблю как раз такие вот широкие рабочие столы, чтобы можно было на компьютере нормально сидеть. В общем, не щемиться, не нажиматься. Так, ну, здесь нету холодильника, он, наверное, в другом месте. Телевизор. Иконы. Так, тут у нас еще, тут у нас, ну, эти стаканчики. Если вы чего-то там захотите выпить. Красивая еще одна картина. Еще один рабочий стол. Ну, вернее, наверное, стол-трюмо, чтобы женщины могли краситься. Это нормальная широкая кровать. Но это, конечно, не кинг-сайз. Потому что кинг-сайз это все-таки, ну, те, кто написали, что здесь в делюксе кровать кинг-сайз, они не были в штатах, где там кинг-сайз это раз где-то еще в полтора шире, чем эта. Сейчас проверим, насколько жесткая. Нормальная, умеренно жесткая, так как я люблю. Красивые люстры. Ну, есть кондиционер, но я предпочитаю при прочих равных спать при открытых окнах, чтобы был свежий воздух. И вот здесь прикольная схема. То есть, вот вроде бы спальня. Вроде бы спальня. Вот здесь как, ну, арка пройти в комнату. А здесь есть дверь, через которую вы можете пройти в санузел. Этот халатик. Вот здесь холодильник есть. Кстати, повторюсь, я удивлен, что почему-то они не делают комплимент отеля. Бутылочку воды. Ну, и санузел. Ванная. В Трюсеве больше люблю ванную, потому что у меня вот в душевых кабинах обычно тесновато. Полотенчика. Вытяжка. Хорошее здоровое зеркало. Как видите, с подсветкой, чтобы можно было там макияж накладывать, бриться. Раковина нормальная, не маленькая, не кастрированная, как вот было в предыдущем номере. Там особо ничто вещество и не разложишь. Ну, здесь, собственно, унитаз. Это, наверное, как фен для волос. Ну, и там мусорка. В общем, кстати, обратите внимание, в этом номере пол в виде паркета. Прикольно. Я как-то давненько не встречал, чтобы пол был паркетный. Давайте посмотрим. Мне обещали, что окна выходят во двор, и здесь красивый вид. Ну, что ж, на самом деле так, из окна открывается очень красивый вид. Здесь, если я правильно помню, старый Данилов монастырь располагается. И во дворе, как видите, английский сад. Такой маленький садик. По нему можно так вот очень красиво, очень спокойно, очень ухоженно. Можно походить, погулять. Вот там вот, с той стороны, собственно, вход в гостиницу. Вот такой вот номер Deluxe в гостинице Даниловская. Ну, что, дорогие мои хорошие, если вам понравилось это видео, жмите, пожалуйста, на кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео, потому что я планирую путешествовать дальше и показывать вам нашу планету, гостиницы, отели, разные интересные места, потому что путешествовать – это прикольно. Путешествуйте. С вами из Москвы, из гостиницы Даниловская, номер 502, Павел Кольцев. Счастливо.